Институт графики и книжного искусства имени Фаворского. В недавнем прошлом Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. А в первые послереволюционные годы знаменитый ВХУТ ЭМАС – высшие художественно-технические мастерские. Школа славных традиций, которая готовит специалистов в области полиграфии и издательского дела, теперь входит в структуру Московского политехнического университета. Выставка работ преподавателей кафедры рисунок и живопись открылась в Щелковском историко-краеведческом музее. Называется очень просто – изображение. Кафедра у нас название не меняла. Мы как и были рисунок и живопись со времен ХУТ ЭМАСа, так и продолжаем. Именно наша кафедра является некой такой фундаментальной, я бы сказал, потому что рисунок и живопись – это основа и для дизайнеров, и для иллюстраторов. И конкретно тут педагоги показывают, что они не голословно преподают в теории, рассказывая, а все-таки сами что-то умеют. Сами участники выставки, а кафедра рисунок и живопись выставилась в полном составе, называют ее методической. Она представляет все разнообразие творческих стилей, техник, живописи и графики педагогов, которых объединяет генетический код школы, заложенный в ХУТ ЭМАСа. Рассчитывают, что выставку увидят потенциальные абитуриенты. В любом институте после второго курса выберут мастерскую, там к кому идти, и уже каждый смотрит стилистику, какой-то художественный прием, который ему ближе. И, наверное, это здорово, и выбрать здесь есть из кого, из чего просто удивительная работа. Студенты Института графики и искусства книги имени Фаворского получают универсальное художественное образование, связанное, кстати, далеко не только с умением оформить книгу. Они находят себя в разных сферах, связанных с графическим искусством, с дизайном и тому подобное. На выходе получается такой профессиональный уже художник, который востребован в очень многих областях, связанных с дизайном, творчеством и так далее. В Челковский историко-кровеческий музей выставка попала не случайно. Один из преподавателей, профессор Андрей Дубов, уже выставлялся здесь и порекомендовал коллегам последовать его примеру. Это отметила и оценила директор музея Наталья Богданова. Кстати, все участники выставки сами выпускники своего вуза, который до объединения под крышей Политехнического университета был известен как полиграф. А в рамках открытия выставки еще и отметили день рождения одного из старейших преподавателей Юрия Чувашева. То, что эта выставка состоялась, это большое счастье для нас, художников, педагогов, потому что у нас не слишком много времени, мы заняты педагогической работой, но если мы перестанем творчески работать, мы не будем знать, о чем говорить. Выставка живописных и графических работ будет работать в Щелковском историко-краеведческом музее до 14 апреля.